Цель нашей сегодняшней беседы, моя главная цель, как такая золотая нить, пытаться донести до вас важность того, что человек должен быть наполненным. Человек не должен быть слабым, должен чувствовать себя сильно внутри, не должен быть слабым. К внутренней силе человек приходит через разные вещи. Здесь нужна гармония. Допустим, если человек увлёкся духовной практикой, и при этом у него слабое здоровье, не достигнет внутренней силы, ему нужно обязательно заниматься на природе зарядкой. Если человек занялся духовной практикой, и при этом у него дырка в отношениях с людьми, он замкнутый, отгороженный от всех, то счастья не будет. Как некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, вы всё время говорите «духовная практика», мне вчера такой вопрос задали. А вот я вот, у меня другой опыт. Вот эти люди, которые все занимаются духовной практикой, они все отшибленные, какие-то полуободранные ходят, отшибленные, как бы асоциальные, больные часто такие, как бы несчастные люди на самом деле. У кого такой же опыт, поднимите? Честно, честно. Нормально. Знаете почему? Потому что эти люди, они и были отшибленными, несчастными и больными. И если бы они не начали заниматься духовной практикой, они бы вообще просто не выжили. Это не значит, что человек, когда занимается духовной практикой, он становится отшибленным, несчастным и больным. Это просто вот эти люди, которые вот так выглядят, у них не было другого выхода, понимаете? И поэтому у них как бы вот так. Но это не значит, что вот люди, которые работают над собой, они все отшибленные, несчастные, больные. Понимаете, если человек имеет нормальную жизнь, развитый человек, сильный человек, зачем ему заниматься духовной практикой? Поэтому они не занимаются духовной практикой. Сильные люди обделяют себя в этих вопросах, потому что у них нет потребности, нет необходимости. Но если человек сильный, более-менее нормальный, еще и начинает развивать себя гармонично, представляете, каким он станет? Сколько силы в нем будет, чистоты и радости для всего общества. Поэтому сильная позиция внутренняя означает, что человек наполненный, нужно быть наполненным. Большинство людей, они чем занимаются в течение жизни? Они пытаются наполниться материальным. То есть они наполняются не тем, что наполняет сердце. В результате сердце постепенно пустеет. Если они пытаются отдыхать, то как они отдыхают? Они отдыхают пассивно. Пассивный отдых не наполняет сердце. Допустим, сел к телевизору, хорошо, эмоции разгрузил, сердце не наполнил. Почему? Потому что сердце наполняется только с помощью аскезы. Если ты пошел на улицу, скворечник поставил, птичек накормил, это аскеза, вот этот скворечник поставить, заставить себя надо. Но зато у тебя сердце наполнится радостью. Ты будешь смотреть, как эти птички клюют, там летают. Тебе будет хорошо. Пошел в газончик и вскопал возле дома. Аскеза. Кто-то придет еще и будет учить, как правильно вскапывать газончики. Еще одна дополнительная аскеза. Тоже вот лекции как бы начал читать. Я думал, я лекции начну читать, все будут счастливы бесконечно, что хоть кто-то начинает лекции читать. Лекции начал читать, все критикуют. Этот не так читает, этот вообще говорит, что он людей не туда ведет. Это столько всего. Начал делать вроде добрые дела, а получается еще хуже. Лучше бы их не делал. Начал лечить, там пишут статьи обо мне, там такой-сякой, там меня не вылечил, там и так далее. Это нормально. Это жизнь. Начал что-то делать, значит будешь критикуем обязательно. Когда человек ничего не делает, его не видно, он и никто не критикует, все нормально. Но все равно жить по-другому невозможно. То есть нужно выходить на улицу, нужно зарядку, нужно улыбки, нужно желать всем счастья. Нужно что-то делать доброе, иначе твое сердце будет пустым. Ты не будешь чувствовать себя наполненным, и значит не будет любви в отношениях с близкими людьми, не любви с детьми, ты не сможешь быть в коллективе с сильной личностью. Нужна аскеза. Аскеза означает добровольность и лишение себя комфорта. Вылази на улицу, бегай. Вылази на улицу, делай зарядку. Вылази на улицу, вскапывай деревья. Желаю всем счастья. Отвлекись от вот этой вот жизни, в которой ты просто сидишь, как истукан возле телевизора. Эта жизнь, она для всех понятна и легка, но она не приводит к успеху никогда. Человек истощается, потому что он не наполненный. И наполненность приходит только когда человек трудится над собой, совершает аскезы. Как совершать аскезы в отношениях с людьми? Прочитал сегодня одну статью. Один мужчина в Москве шел в магазин. Пришел в магазин, смотрит, бабушка стоит в шлепках, а на улице плюс четыре в шлепках стоит. Он говорит, бабушка, чего хочешь купить? Она говорит, хлебушка. А еще что? Не знаю, наверное, больше ничего. То есть бабушка денежек не имеет. Видно, что она вся нищая. Бабушка выглядит интеллигентно. Оказалось, кандидат наук. В НИИ работала. А сейчас сын ушел из жизни. А родственники все ждут, когда она помрет, чтобы квартиру ее забрать. Вот. И бабушка как бы хочет просто хлебушка купить, потому что денежек ни на что больше нет. И этот молодой человек подошел к ней и говорит, бабушка, давайте будем покупать что-то больше. Потом оказалось, что бабушка живет там на пару буханок хлеба целый месяц. Что денежек у ней совсем нет оказалось. И он ей покупает. Она говорит, сынок, а у меня столько денег никогда не было, чтобы это все как бы... Ну, у меня денег нет. Он говорит, я за тебя заплачу. Точно она боится, а вдруг не заплатит. И говорит, точно заплачу. Сынок набрал ей кучу продуктов. Она говорит, а я это все не унесу. Я отнесу вам домой, не волнуйтесь. Купил за нее. Отнес ей домой. Она показала ему фотографии в молодости, красавица. Была социально сильной личностью. У ней как бы работала в НИИ, там пела в ансамбле в каком-то. Опустилась на дно жизни и так судьба сделала. Живет в богатом доме. Вокруг очень богатые люди. Никто не помогает. Каждый своей жизнью живет. Она с голоду помирает там просто. Перебивается. Он все узнал о ней. И написал репост. Ну, написал в этом своем. Что вы не дождетесь, чтобы она померла. Написал ее родственникам. Потому что они звонят ей, когда ты еще жива, нет. Чтобы квартиру ее забрать. И он написал. Не дождетесь. Я буду ее кормить. Классно. Как вы думаете, что в сердце этого молодого человека? Как вы думаете, как сердце его начало жить после этого? Как, чем сердце наполнилось? Это называется жизнь. Ну, что бабушке, много надо, что ли, в месяц? Ну, там пару тысяч рублей всего нужно на нее истратить. Зато сколько счастья человек получает от того, что он этот поступок совершил. Вы думаете, на вас, бабушек, не хватит? Другой мне человек сегодня сказал, что он хочет сделать такую акцию, чтобы людям шарики раздавать. На шарики надо писать свою обиду. Ему дали шарик, он пишет свою обиду, и шарик в небо улетает. Нет обид. Избавляется таким образом. Прощается с обидой. Классно? На улице. Представьте, вот теперь Екатеринбург наполнен такими людьми, которые раздают шарики, копают газоны, всем бабушкам помогают. Вам хочется в таком городе жить? Но вы эти люди, вы, вы должны начать так жить, иначе жизни нет, понимаете? Сейчас люди все живут неправильно. Они живут замкнут на пространстве. Почему семьи рушатся? Потому что силы нет. Чтобы стерпеть характер своего близкого человека, нужно наполненным быть. А если ты пустой, как ты его стерпишь? У тебя нет сил терпеть, потому что ты бабушке не помог, у тебя нет любви в сердце, бабушка тебе не сказала свои благословения. Потому что у ней в жизни все, что есть, это ее благословение. Она тебе скажет, что у тебя все в жизни будет получаться. Пожилые люди всем дают счастье в жизни своим благословением. В парке как бы бегаю, никого нет. Две девушки бегают еще там. И все ходят с собаками. Слава Богу, что люди хоть собак завели. Собаки их выводят на улицу. Хорошо, вы скажете, у меня нет сил бегать, у меня нет, я не могу. Правильно скажете. Почему? Потому что есть еще один секрет. Чтобы себя заставить быть наполненным, для этого нужно поменять способ жить. Потому что большинство людей живут просто работа, дом, семья, работа, дом, семья. Это называется одинокая жизнь. Смотрите, есть невежественные люди, которые просто в депресснике живут. Женщины депресснят, мужчины пьют. Это невежественная жизнь. Женщины в тоске, мужчины выпивка. Это невежественная жизнь. Страстная жизнь. Нет друзей, нет общения. Дружба только выходного дня. Пошли там, выпили, попели, потанцевали, разошлись, все. Это не дружба, понимаете, нет глубоких отношений. Это не дружба. Это просто развлечение совместное, все. Там нет глубины. Для того, чтобы воля, сила воли вспыхнула у человека в сердце. Люди должны не в невежестве объединяться просто в преступной деятельности, не в страсти просто в работе. Они должны объединяться в работе над собой. Это называется благостная жизнь. Объединяйтесь, созванивайтесь, общайтесь. Давай завтра вместе встанем пораньше. Пускай в разных частях города живет. Просто вы позвоните друг другу, вы точно встанете. Не позвоните, не встанете. Сила передается от человека к человеку. Понимаете, начните просто лекции слушать, лекции дают силы. Начните музыку духовную слушать, молитвы слушать. Не позволяйте себе быть слабым. Вот время, допустим, я даже на ночь включаю голос наставника, молитва идет даже ночью у меня. Я ночью проснулся, слышу голос, отлично. Жизнь наполнена счастьем. Любовь идет от этого звука. Постепенно жизнь начнет меняться. Захочется рано вставать, захочется соблюдать режим дня, захочется научиться правильно питаться. Потом постепенно захочется дружить глубже, потом захочется бросить вредные привычки. Само собой будут брошаться. И только после этого начнется восстанавливаться семья. Раньше нет. Чтобы семью восстанавливать, мои хорошие, нужна сила. А где вы эту силу возьмете, если вы просто так живете? Сила берется из того, что я вам рассказал. Нет других способов. Сейчас еще кое-что хочу вам рассказать. Очень важные вещи. Первое, что нужно понять, что звук является самым главным в жизни человек. Звук. Вот, допустим, вы с Верой начали смотреть какой-то блокбастер там или еще что-то. Знайте, что жизнь, судьбы этих людей войдут в ваше сердце. Если вы верите, вот эти судьбы этих людей войдут в ваше сердце. И они будут вам делать энтузиазм. К чему? Чем они сами живут. Через любовь передается судьба человека. Понимаете? Вы смотрите, допустим, какой-то фильм. Играют какие-то герои. Эти герои – это обычные люди. Они никакой духовной практикой не занимаются. Они грешные чаще всего люди. Просто к славе стремятся, к деньгам. И у них просто есть способности что-то сыграть. И вы смотрите на это все. И потом неосознанно, вы не знаете, через звукообраз передается полностью судьба человека. И вы начинаете подражать неосознанно им этой жизни. Но если вы, допустим, посмотрели фильм о духовной жизни, допустим, люди, которые серьезно настроены. Даже есть сейчас много фильмов. Допустим, даже монахи снимают, которые играют. И они святых людей играют. Представляете, чем вы будете наполняться? Вы будете наполняться духовной силой, чистотой. Исторически есть фильмы о святых людях также. Вот куча. Мне говорят, смотреть нечем по телевизору. Если вы не можете выйти на улицу, перед телевизором вам надо сидеть, у вас нет совсем сил. Ну тогда смотрите то, что надо. Не смотрите всякую ерунду. Конечно, вот эти фильмы все про любовь, они вызывают эмоции им интереснее. Но вы смотрите те фильмы, которые не интереснее, а которые в вас пробудят желание работать над собой. И тогда вы выключите телевизор и опять пойдете делать зарядку, пойдете в храм или людям помогать. Вот у нас есть, допустим, проект «Общее дело». Меня просили вчера объявить, забыл. Что такое «Общее дело»? Это борьба за народную трезвость. Ну и боритесь. Переписывайте диски. Жданов Владимир Георгиевич, он лекции против пьянства. И распространяйте своим знакомым. Люди будут бросать пить. Вот вам, пожалуйста, народное движение за людей, за нашу страну. Потому что гибнут люди от пьянства больше, чем все мировые войны. За мирную жизнь, за всю мирную жизнь 45-го. Россия потеряла больше мужиков, чем за все войны вместе взятые. Миллионы людей погибли от пьянства. Миллионы людей гибнут. Страшная статистика. Вот и надо давать людям знания об этом. Давайте сейчас потом вопросы. Вот, пожалуйста, вот это «Общее». Или много еще других благотворительных проектов. Кто-то там вот есть, в стенд стоит. Помогите коровам. Пожалуйста, может, коровам позадержите коров. Вот, допустим, чтобы не убивать коров. Можно их... Кто-то человек взял один, содержит коров. Они не дойные, ничего. Просто он их содержит, чтобы их не убивали. У него такая благотворительность. Ну и помогите ему. Приходите к этим коровам с детьми, там хорошо. Дети будут коровок гладить. Участвуйте в этом. Ну, то есть надо в чем-то участвовать. Какой-то найти себе способ жить так, чтобы жизнь была наполнена. Это все возможно на самом деле. Это все возможно. Теперь возвращаемся назад. Жить в звуке очень сложно. Многие люди совсем не понимают, что это такое. Вернее, почти все. Я вам простые вещи показываю, как бы, но доходит очень сложно все равно. Понимаете? Потому что это самое сложное, жить в звуке. Вот, допустим, девушка-женщина сказала, неделю помолилась, муж вернулся. Это ведь не чудо, поймите. Это просто жизнь. Это жизнь другая. Жизнь в звуке означает жизнь, побеждая, жить, побеждая судьбу. Знаете, что раньше люди могли с помощью звука собирать облака, дождь вызывать. Могли с помощью звука лечить людей. Даже в иерогических трактатах описано, как можно с помощью звука убирать врожденные патологии у детей. То есть человек читает молитву, повторяет, и у человека исправляется, допустим, перегородка сердца. Потому что именно звук является силой, которая все меняет. И внутри нас, и снаружи. Мы даже все, наша психика, все тело соткано из звука, понимаете? Звук — это основа жизни. Поэтому, говорит, сначала было слово, понимаете? То есть все из звука создано в этом мире. И если человек научился звук свой соединять с Богом, то тогда в этом случае судьба, которая находится внутри, она тоже поддается влиянию звука. Она начинает меняться. То есть не то, что она другой становится. Просто все плохое уничтожается, все хорошее увеличивается. Многие люди говорят, я ничего не чувствую. Чтобы почувствовать, для этого нужно время. Вот смотрите, что происходит. Я, допустим, первое, что надо понять, что если ты хочешь повторять молитву наедине с собой и помнить Бога внутри себя, это значит, что ты уже сильнее своей судьбы. Это очень высокий уровень. Если ты сойдешься наедине с собой, начинаешь повторить молитву, что происходит в это время? Твоя память выскакивает из сердца в твою голову, и ты думаешь о себе в этот момент. Это значит, что это все бесполезно. Потому что человек живет в памяти. Память является основой жизни. О чем ты думаешь, туда течет твоя жизнь. Если ты думаешь о Боге, ты вышел за пределы своей судьбы. Теперь на тебя влияет сила, которая называется милостью. Что такое милость? Не положено человеку, чтобы это было, а произошло. Вернее, может быть, это положено, но если сил побольше будет, ты взял силы и получилось. Понимаете, это милость называется. Так вот, знаете, самый простой способ эту милость получать, это слушать не себя во время молитвы, а тех, кто вместе с вами молится. Это совместная молитва, совместная. Спасибо. Спасибо. Спасибо.